Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. В сегодняшнем обзоре мы представляем легкий и компактный телескоп на настольной треноге. Знакомьтесь, рефрактор Segetta Volans 70-400. Труба телескопа выглядит довольно оригинально и внушительно, но вес небольшой, за этим кроется полностью пластиковый корпус. Оправа объектива тоже пластиковая, литая, но с хорошим чернением. Обе линзы Ахромата имеют просветление бледных фиолетовых тонов. В средней части трубы весьма оригинальная площадка для крепления на штатив. Кроме гнезда под фотовинт она имеет скругленный пластиковый выступ. В нижней части трубы закреплен пластиковый реечный фокусер. Движение довольно легкое и плавное, ход 90 мм, это необходимо для разных аксессуаров. А аксессуаров довольно много, это зеркальная диагональ для небесных объектов в пластиковом корпусе, но с хорошим алюминиевым покрытием зеркала. Линза Барлоу с крупным, но не просветленным оптическим блоком. Кратность 3 она реализует при установке между фокусером и диагональным зеркалом. Оборачивающая линза делает правильной ориентацию земных объектов. Она устанавливается между фокусером и окуляром, диагональ при этом не нужна. Два окуляра 20 мм и 6 мм в пластиковом корпусе без наглазников, с маленькими линзами без просветления и узким полем зрения особо нас не порадовали. Бюджетный искатель 5х24 крепится на два винта в окулярной части трубы. Он конечно поможет в наведении, но только по ярким объектам. Штатив телескопа небольшой, настольный, к сожалению особая фотоголовка позволяет вести наблюдение лишь до 40 градусов по высоте. Это подойдет для наземных, но мало пригодно для небесных объектов. Оборачивающая линза и окуляр 20 мм дают правильную ориентацию картинки, но виньетирование съедает и без того малое поле зрения. С окуляром 6 мм и оборачивающей линзой наблюдать практически невозможно, мизерное поле зрения и темная искаженная картинка. С диагональю и окуляром 20 мм на кратности 20 картинка зеркальная, обзор небольшой, но виньетирование и аберрации незаметны. С теми же аксессуарами, уже клонящаяся к горизонту Луна показала довольно много кратеров, хроматизм и искажения малозаметны. Добавив линзу Барлоу на увеличении 60 крат, стал заметен хроматизм, контраст уменьшился и уследить за Луной было довольно сложно. Итак, несмотря на неудачную комплектацию, труба этого телескопа показала себя с хорошей стороны. И в случае дооснащения хорошими окулярами и мощным штативом, лаборатория Астроскоп может рекомендовать Сигетта Воланс 70-400 для начальных астрономических наблюдений. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине.